Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Карагандинские каванщики покорили московского зрителя. Совсем недавно они вернулись в Караганду и уже начали готовиться к финалу камень-дебаттл без границ. Подробности в репортаже Амина Смакова. О том, как горожане относятся к своему городу, о том, что можно увидеть в центре Караганды, вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Карагандинские каванщики. Это вызвало резонанс по всему Казахстану. Но, по-видимому, не в шахтерской столице, Караганде. Улица Лободы. Все чисто, опрятно, благопристойно. Кажется, сами каменные львы охраняют чинную несуетливую жизнь. Но это фасад. Стоит зайти за здание бизнес-центра Азия, и иллюзия добропорядочности исчезает мгновенно. Кто может здесь жить? Это безобразие творит вот это вот общежитие. В данный момент оно бесхозное, как нам объясняют. Мы обращались и в СЭС, обращались в Акимат. Но сколько нас не выслушивали, выслушают, подпишут, но никто не приходил и не смотрел. И никаких результатов мы не видим. Как ни пытались выяснить причину такой неряшливости жильцов общежития, мы ничего не добились. В 30 шагах от дома стоят целехонькие мусорные баки. Но, наверное, выкинуть из окна собственную грязь добавляет жильцам особый шик в их жизни. Может, они противники государственной программы по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Вряд ли люди, позволяющие себе жить в подобном бомжатнике, вообще слышали об этом. Поражает другое – полное небрежение к заявлениям горожан. Свою часть двора организации убирают честно и регулярно. В городской субботник даже убрали и территорию общежития. Но на следующий день из окон вновь полетели пакеты с мусором. На очередные заявления появляются очередные отписки. Наверное, чиновники решают более глобальные задачи, чем, скажем, обрезка дерева. Кому оно мешает? Правда, по нему на крышу забираются и уже украли из офиса компьютерную технику. Пришлось поставить решетки на окнах. Обращались и в Зелентрест, и в Лесхоз с обрезкой дерева. Оно нам приносит тоже очень много неудобств. Во-первых, оно упирается в крышу здания, рушится черепица. Во-вторых, залазят ребята, детвора по этому дереву и лазят по окнам. Легче самому обрезать лишние ветки, но нельзя. Могут оштрафовать. Вот парадокс. Оказывается, ничего не делание – самое полезное занятие. Господа служащие Акимата, придите, посмотрите не только на фасад нашего здания, но и на заднюю часть этого здания. Посмотрите, что здесь творится. Почему в центре города находится бесхозное здание со своими грязными отходами. Одни карагандицы считают за честь посадить дерево в любимом городе. Другие откровенно гадят и не несут никакой ответственности. Несправедливо. Сергей Высокозов и Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинский. В Караганде перекроют ряд центральных улиц. Несколько автодорог города увидят средний ремонт. Улица воинов-интернационалистов будет перекрыта до 31 августа. Дорога по улице Ермекова будет закрыта до середины сентября. Улицу Казахстанская откроют уже 25 мая. Комиссарова-Газалиева отремонтируют до 10 июня. До конца мая завершатся работы по улице Терешковой. А вот ремонт по Сталилитейной, в том числе на площади автостанции, продлится до 20 июня. В период проведения ремонтных работ движение будет осуществляться по параллельным улицам. В Тимиртау открыли монумент погибшим пожарным. Обелиск установлен на территории пожарной части номер 14. На открытие прибыли семьи погибших героев Романа Балабашина и Туяка Убаева, которые погибли в мае прошлого года при тушении огня на металлургическом производстве Арселор Миттл Тимиртау. Коллеги и близкие погибших вспоминали тот роковой день. Площадь возгорания на предприятии промышленного магната составила тысячи квадратных метров. Старший пожарный, начальник караула пожарной части номер 14, были направлены на поиски и спасение крановщицы, которая не могла выбраться из помещения самостоятельно. Пожарные проникли в горящее помещение, но дойти до пострадавшей не смогли. Туя Кубаев скончался до прибытия скорой помощи, Роман Балабашин умер в реанимации. Пожарных посмертно наградили медалями Ерли Гылшин. Роман был великим, он был всегда первым, но так же и ушел, как герой. Без него, конечно, нам тяжело очень сильно, но за этот год сделано много. И при помощи его, оттуда он очень сильно нам помогает. В любом случае, нас очень сильно поддерживает пожарная часть. Сейчас меня трудоустроили на завод, я работаю на заводе. Как бы тоже там не обижают. С этими ребятами мы шли в огонь и в воду и выполняли свою работу, которую от нас ждут люди. Завтра, 22 мая, в 15.00 в здании Нур-Атан состоится гала-концерт Аркашанда Кургауда, посвященный памяти Халыка Харманы Газиза Байтасова и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Силами сотрудников органов внутренних дел будут поставлены спектакли, а также исполнены патриотические песни совместно с хором. Вход свободный. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Покорили российскую публику. Пять карагандинцев на протяжении месяца отстаивали на сцене свое право пройти в финал «Камеди-баттл без границ» и отстояли. Заядлые КВНщики из шахтерской столицы Казахстана сразили наповало с троумием и находчивостью российских звезд Гарика Мартиросяна и Семена Слепакова. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с финалистами популярного юмористического шоу, дуэтами «Азиаты» и ИП Сакена Газизовича. Дорогая, знаешь, мы с тобой три года встречаемся. Ты пойми, я тебе хочу давно сказать, знаешь, я без ноги. Это Арнат Утибергенов и Ирнар Кожжанов. Ребята представляют команду ИП Сакена Газизовича. Совсем недавно карагандинцы приехали из Москвы. КВНщики покорили российскую публику своим выступлением. На самом деле мы так особо сильно долго не готовились, потому что в свое время играли в КВНе около там, ну не знаю, ну много, 9, может 10 лет. И у нас в определенной были какие-то заготовки, мы просто их знаем, все. Может быть так, готовились? Мы как бы в жизни, когда играли, то есть... Давай вспомним, типа, что-то в этом играть. Мы как бы из жизни не готовились, то есть некоторые команды как бы за неделю готовятся, прям подтанцовывают, все отрабатывают, а мы как бы за 5 минут как бы собираем, все такие... Для нас не было там определенной какой-то задачи, там, пойти, пройти, еще что-то. Просто как бы на кураже выступить, показать свое... Сверху, случайно, спонтанно прошли нам, как вот некоторым из... Араганинцев, которые прошли Камеди Баттл, там, звонили, то нам не звонили. Какая удивительная интерпретация этого слова, индивидуальный. Ребят, вы адекватные? Да, нормальные. Нормально все у вас? Конечно. А можем приступить... Ну это индивидуальный вопрос, да. Можем приступить уже к выступлению, потому что вы такие улыбчивые парни, хочется уже юмора. Телеканал ТНТ провел уже четвертый сезон Камеди Баттл без границ. Кастинг проходил во многих странах СНГ, Казахстан не стал исключением. В столице отбор конкурсантов проходил в ноябре прошлого года. Помимо дуэта Арната и Ернара, с таким же успехом в финал прошел дуэт Азиат. Само вообще волнение, вот все это ожидание. Вот когда тебе, вот ты уже зашел за камерой, тебе одели петлички, все эти микрофоны, хедсеты называются. Он дал понять обычным людям, что тут петлички. Хедсеты называются, все тебе их одели. У тебя уже волнение спадает, как бы все, ты сейчас выходишь на сцену, ты сейчас стреляешься, ты выступишь на ура и все, и ты все, как бы отвяжешься. Нос. И выходит вот так, как Павел Воля, все, ребят, давайте. И тебе вот так глаза, ну тебе сам Паша Воля сказал, все, ребят, давайте. И он выходит, тебя объявляет. Офигеть, ну как так. По словам участников дуэта Азиаты, финал удивит зрителей новой фишкой. Ведь, как всем известно, Камеди Баттл не повторяется. Вообще раскроют тайну небольшую. Полуфинал и финал будут сниматься вместе. Имеется в виду, мы приедем в сентябре, предварительно это около месяца будет сниматься. И мы будем сразу участвовать в полуфинале и в финале. И, соответственно, надо вести две программы. Поболеть за земляков можно будет уже осенью. Тогда-то и станет известно, кто будет новым резидентом Камеди Баттл без границ. Возможно, им станет кто-то из шахтерской столицы. И всей Караганде слава, что они прислали таких юмористов. Господа, господа. А теперь о погоде. В ближайшее время карагандинцы могут не ждать летней погоды. До конца мая синоптики не предвещают потепление. По словам карагандинских метеорологов, предстоящие три дня сохранятся дожди, ветер и пониженный температурный фон. По-настоящему теплая погода придет в Караганду лишь в июне. Прекращение осадков ожидаем с 25 мая. Но с 25 мая у нас ожидается вторжение с севера холодного антициклона. Поэтому тоже еще в ночные часы у нас сохранятся заморозки. Холодный северный, северо-восточный ветер. И днем тоже особого тепла пока не ждем. Где-то надеемся, что с 28 мая начнет так активно у нас теплеть. В Карагандинском дворце детей и юношества прошел финальный галоконцерт 4-го областного марафона искусств «Алые паруса». Юные артисты, художники, музыканты из детских домов и интернатов показывали свое мастерство. На концерте были и наши корреспонденты. Финальному галоконцерту предшествовала огромная отборочная работа, которую проделали организаторы областного фестиваля «Алые паруса». Они побывали во всех удаленных районах области и привезли лучшие таланты в Караганду. Только по выставке прикладного искусства можно судить у интересов детей. Фантазийно-оригинальные сюжеты представлены на обозрение зрителей. А зал полон почитателями юных дарований. Они – самое главное жюри фестиваля. В добрый путь, чтобы этот фестиваль, конечно же, не был последним. Чтобы новые открытия, новые звезды еще появлялись. И мы всегда будем рады приветствовать. И самое главное – помогать вам. Много волнений и переживаний у артистов галоконцерта. Главное – их увидели, услышали. Они нужны людям. Среди участников фестиваля и дети-инвалиды. Им особенно трудно. Приходится постоянно доказывать, что они могут петь, танцевать не хуже, а порой и лучше, чем обычные мальчишки и девчонки. А сегодня лучшие выступают здесь, получают грамоты, получают дипломы, получают призы. И, конечно же, признание в обществе. Они чувствуют себя здесь очень комфортно. Очень много талантливых детей у нас в детских домах, в домах-интернатах. Дети-инвалиды. Они тоже участвуют. И они замечательно поют, танцуют. Фестиваль «Алло и паруса» дает возможность многим ребятам реализовать себя в искусстве, в творчестве. Если ты даришь людям радость, то взамен должен получить признание. Это и происходит на фестивале. Здесь приобретают уверенность. И это очень пригодится в дальнейшей жизни. Сегодня мы здесь собрались, чтобы показать свои таланты. Организаторы конкурса приехали к нам в детский дом, отобрали лучшие наши номера. И также огромное им спасибо, что они помогают раскрыть нам наши таланты, обращают внимание на таланты, которые скрыты в детских домах. На фестивале «Алло и паруса» дается возможность сказку, мечту сделать былью. Это правда. Сергей Высокосов, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Попрощались с детским садом. Выпускной утренник прошел в дошкольном учреждении «Гоухар». Сегодня воспитатели и работники детского сада проводили более 120 воспитанников подготовительных групп. Теперь малышей ждет школьная жизнь. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Попрощались с детским садом воспитанники группы «Ахко». 14 мальчиков и 16 девочек предстали перед родителями и сотрудниками детского сада во всем очаровании. На своем празднике ребята показали свои таланты и умения, приобретенные за пять лет пребывания в детском саду. К слову, детский садик «Гоухар» был создан еще в 88-м году. На сегодняшний день здесь воспитываются более 300 детей. Из них 58 малышей являются представителями других национальностей. Более того, обучение в дошкольном учреждении проходит на государственном языке. За эти годы нам удалось добиться многого. Например, мы участвовали в разных конкурсах, проводили выставки среди учителей, круглые столы. Кроме того, проводили интеллектуальные игры и соревнования. Заключительными моментами выпускного бала стали теплые слова и добрые песни в исполнении выпускников в адрес своих воспитателей. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Третий год работает пропагандистская группа департамента юстиции Карагандинской области. В ее составе руководители отделов и главные специалисты ведомства. Пропагандисты побывали в поселке Молодежный с разъяснениями программного документа «Новый политический курс состоявшегося государства». Послание президента народу Казахстана «Стратегия 2050» – самый обсуждаемый на сегодня документ не только у нас в стране, но и за рубежом. Ни одно государство мира не разрабатывало подобный стратегический документ на столь долгий период. Роль органов юстиции в реализации глобальных задач, стоящих перед Казахстаном, довольно ощутима. Главное – повысить качество оказываемых населению услуг. Сегодня мир переживает новую техногенную революцию. В деловые отношения быстро вторгаются цифровые технологии. Даже органы ЗАГСа переходят на работу в режиме онлайн, в интернете посредством портала электронного правительства Республики Казахстан. Нужна только электронная подпись, и, находясь в любой точке мира, можно зарегистрировать свои отношения. Сегодня многие функции Департамента юстиции переведены в электронный режим. Например, электронная регистрация имущества как физических, так и юридических лиц. Это и есть новый качественный переход на работу с населением по международным стандартам. Пропагандисты ответили на многие вопросы жителей поселка Молодежный. Например, о работе судоисполнителей. У нас пока в Минской области 150 государственных судебных исполнителей, которые занимаются непосредственно исполнением решения суда. Регламентируются действия судебных исполнителей согласно законам о основном производстве и такт статусе судебных исполнителей. Сотрудники Департамента юстиции рассказали о решительной борьбе с контрафактной продукцией, которую они ведут совместно с органами внутренних дел области. Объяснили законы, регулирующие сферу интеллектуальной собственности. Динамика развития Казахстана опирается не просто на грамотного человека, но на специалиста с высоким уровнем знаний, в том числе и по паровым вопросам. Много было задето тех законов и законодательств, с которыми мало мы знакомы, присутствующие аудитории, и получили по каждому интересующему вопросу должную консультацию. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Завтра в 18.30 на стадионе «Шахтер» пройдет матч 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. Действующий чемпион и обладатель суперкубка «Карагандинский шахтер» принимает на своем поле лидера текущего чемпионата Актубе. В турнирной таблице горники с активом в 17 баллов занимают третью строчку и отстают от актюбинского коллектива на 7 очков. В матче не примут участия перебравший желтых карточек боснийский защитник «Шахтера» Никола Василевич, а также игроки Актубе Марат Бекмаев и Марат Хайрулин. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саобонсда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!